Что организованную силу, которую собой представляет российская армия, и Путин, который сейчас организовывает отряды из террористов, можно победить только еще более лучше организованной, дисциплинированной вооруженной силой. Я с уважением отношусь к каждому человеку, кто с оружием в руках защищает Украину. Но хочу сказать о том, что тот же Мариуполь освобождали не разрозненные, не подчиненные, не дисциплинированные группы, а добровольческие батальоны Азовы Днепродин, которые входили в структуру МВД, которые получали приказы из Министерства внутренних дел, которые спланировали операцию вместе с Министерством внутренних дел, и вместе с Национальной гвардией освобождали город Мариуполь. Еще раз повторяю, только дисциплинированная сила может победить. Или ты входишь в структуру государственную и получаешь указания. Или мы создаем, как это есть в Эстонии, которая недавно знакома с опытом, союз обороны Украины, в котором будет государственная часть составляющая и добровольческая часть составляющая. Там есть структура государственная и есть структура добровольческая. Но приказы государства по вертикали в военной структуре не приложены и неукоснительны к выполнению. Кто не хочет быть дисциплинированным, должны заниматься другими делами.